С 1 июля 2024 года Райфайзенбанк прекратит начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены до конца текущего месяца по действующим ставкам согласно тарифам. Распоряжаться средствами на накопительных счетах можно будет как обычно. Телефонные мошенники стали применять новую схему кражи денег, выдавая себя заработников Почты России. Злоумышленники сообщают о посылке, отправленной из-за границы, и требуют оплатить таможенную пошлину. Чтобы отказаться от посылки, мошенники просят сообщить им код из СМС. Также глава Минцифры Макс Утшадаев заявил, что в России наблюдается рост мошенничества с учетными записями на госуслугах. Для противодействия злоумышленникам министерство намерено изменить процесс получения займов на портале госуслуги, чтобы кредит мог получить только тот человек, который подал заявку. В 2024-2025 учебных годах ведущие вузы страны подняли цены на обучение. Лидером по росту цен стал Московский физико-технический институт, где стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата увеличилась в среднем на 20%. В Башкирии началась 9-я Всероссийская летняя универсиада. В рамках мероприятия республику посетят не меньше 3000 участников, включая спортсменов, судей и гостей. Состязания будут проходить по 14 видам спорта. Продлится универсиада до 26 июля. С 1 июля ввоз иностранной табачной продукции в России будет возможен только с акцизными марками. Для получения акцизных марок импортеры должны обратиться в таможенные органы с заявлением по форме, утвержденной Федеральной таможенной службой, предварительно произведя оплату. Редактор субтитров А.Семкин